Возвращайтесь ночью или днём. Текст песни пробирает до мурашек, а на глазах невольно выступают слёзы. Особенно, когда знаешь, что всё, что осталось у большинства этих женщин – кители любимых мужей. Героев, отдавших жизни за Отечество. Его награды получены в 2015 году. Это государственная награда. Вот это орден мужества посмертно. Каким он был? Каким он был? Он был самым лучшим. Ксения Богданова пришла в фонд ровно год назад на открытие. Собиралась выходить из декрета на другую работу. Я понимала, что я могу быть полезна людям, я могу им помогать. То есть если с матерями, отцами, родителями погибших или с жёнами погибших, я понимала, как я работаю, как работать, как с ними вести себя. То есть я понимала их боль. То с ребятами, с ветеранами я училась работать. Так сложилось, что большая часть сотрудников фонда – либо как Ксения, жёны или родители участников спецоперации, либо ветераны СВО. Мне в фонде помогли. Меня провели по всем инстанциям, по всем больницам. И поэтому, так скажем, наполовину, да, излечившись, я решил помогать также. В такой семейной обстановке прошла официальная часть. Поздравить представителей филиала фонда с годом работы пришли представители правительства, края и думы региона. С начала военной операции мы приняли 11 законов. Всё время идёт до настройка. И, наверное, вы обратили внимание, что ряд законов, принимаемые в текущем времени, они относятся на правоотношения, возникшие с начала специальной военной операции. Мы очень за этим внимательно следим. Конечно, в общем-то, есть случаи, которые не подпадают под действие закона. Всё равно происходит анализ. И в перспективе они будут решаться. Это и поручение президента, это и решение нашего губернатора вместе с одной командой. За год в фонд обратилось порядка 9 тысяч человек. Поступило около 14 тысяч различных вопросов. 90% из них удалось решить. Мы закрываем год с полным пониманием правительства Ставропольского края, думы Ставропольского края и всех заинтересованных структур в том, что мы делаем. И в том, что наша работа сейчас в основном направлена на реализацию тех вопросов и тех проблем, с которыми ребята возвращаются обратно. Впереди у фонда большие планы. Главное, Ставрополь и сформировала систему обеспечения мер поддержки участникам СВО и членам их семей. А ещё появилось чёткое понимание, как работать с бойцами, когда спецоперация закончится и они вернутся домой. Кира Мартынова и Иван Дацунов. Ставропольское телевидение.